Уже этим летом я вернулась в Южную Корею, чтобы поснимать, попутешествовать, причем самостоятельно и в полном одиночестве. Мой гештальт увидеть еще раз Пусана, наконец показать вам. А остановилась я в трейлер-парке. Тут и проведу ближайшие несколько дней. Очень хотелось побыть максимально на дикой природе и у любимого моря. О, классика! Какой вам трейлер-парк? Здесь обычная квартира. У меня очень хреново с памятью. И на белом глазу я вам говорю, что я никогда не была на кемпинге. Возможно, была и полностью забыла. Считается ли тогда, что я была, если вообще это стерто у меня из ума? Хороший вопрос. Зато с уверенностью могу сказать, что на глэмпинге я точно никогда-никогда не была ни в воображении, ни не забыла, ни запомнила. Я, как человек, который любит слово гламур, не знала, что есть глэмпинг. Что такое кемпинг, всем понятно. А как это называется-то? Турпоход? Как по-русски-то? Экспедиция? Сейчас, блин, в экспедицию. За шашлыком, блин. Пикник? Что такое кемпинг? Ну, вы поняли. Короче говоря... То есть нет русского слова, да? Короче, палаточная поездка со своим сухопайком. Может быть, и не сух. Ну, а приставка глэмп подразумевает под собой, что у тебя есть все удобства, красиво, тебе не надо в лесу, значит, растягивать эту палатку, срать в кустах, подтираться крапивой. Ну, простите. Ну, простите, не все гуглят, как выглядит крапива, а как лопух. Скажите, чтобы... Ну... What you doing here? Вот это вот. И здесь очень милые ретро-вагончики. Я хотела, конечно же, розовый. Simple Life. Гламур розовый. Самое забавное, что именно этот вагончик несет имя Као. Герл забыли подписаться. Просто корова. Вот. Че рассказать-то? А че говорить-то? Классная локация, потрясающие снеки. 10 из 10. I recommend, блин. Ох, сопля кофейная. Ну что, а теперь тур по моему трейлеру. Смотрите, трейлер моего трейлера. Фу, тупица. Тут у меня обитает одежда. Повесила свои манатки, разложила все. А че хранить все в рюкзаке? Вот, пожалуйста, сразу вайп. Что это такое? Было две мысли. Или огнетушитель, или брыскалка в глаза какому-нибудь, знаете, там, вуру. Хотя в Корее вообще можно спать с открытой дверью. То есть... Нормально. Уютнейшая просто кроватка. Здесь у тебя тут такое маленькое ощущение, чисто семечко. Сверху есть шкафчики, тоже все розовенькое. Не зря я, конечно, прям переживала, что моя броня слетит, потому что хотела именно эту кабинку. Я не знаю, как это назвать. Вагончик. Что у нас тут? Косметичка. Другая моя косметичка. Забавно, что не нужно открывать вторую полку. Можно взять отсюда, но... Мешок с моими вещами. Ну, а тут, собственно, пока еще не придумал, что положить. Чайничек великолепный, из которого буду пить. Свой травяной чай, который я привезла из Москвы. Vibe Coastal Baby Girl. Вентилятор. Удивительно, конечно, потому что здесь еще обитает канди. Я его выключила, иначе он очень сильно гудит. Окошки-то, собственно, нельзя открыть. Зато можно сделать это. Ну, а с этой стороны здесь тоже есть два лежачих места. Хочется не в люльке спать, а прямо вот тут вот. И присосаться к окну. Тут у меня холодильник. Внутри пока водичка. Вечером будет барбекю, поэтому схожу в магазин и немножко заполню. Моя люлька обитает рюкзак. Мой верный спутник в этом путешествии. И вот он мой домик на ближайшие дни. Какая прелесть. Везде обалденно. Рядом еще электрички. Сегодня как раз-таки отправлюсь в город. Красивые, невероятные цветочки. В Корее реально умеют вот до мелочей и тонкостей продумать красоту. Коралловый цветочек, коралловая машина. Эстетический восторг. А еще до мелочей продумано удобство. Рядом с глэмпингом стоит топовая кофейня уровень флагманских. Здесь, соответственно, ресепшн, везде камеры, охрана. Ночью работает подсветка. Ну, то есть глэмп здесь по полной безопасности. Между прочим, сразу за вот такой деревянной стенкой находятся дороги, по которой можно уехать вверх, в город. На машине до центра Пусана путь составит всего 30 минут. Так что для городских очень удобно смотаться сюда и на выходных поиграть в кемпинг. На самом деле море это то, ради чего я вообще приехала. Здесь именно и также со стороны Чеджу, вот эта вот приятная, как я вам рассказывала, стихия, чувствуется прям мощь. Вообще я не из тех людей, которые мечтают жить там на побережье. Но две поездки на Чеджу и сюда, потому что море здесь соприкасается или это вообще одно и то же море, сложно понять. Сейчас Катя сделает правильную справку, какое же море все-таки здесь. Рассказываю, море и правда особенное, так как названий у него несколько. Если смотреть в наши атласы, то называться оно будет японским, как и почти во всем мире. Вот только в Корее и иногда даже в Китае море принципиально называют восточным, что более принадлежно к этому региону. И это название подтверждается историческими летописями, даже некоторыми японскими. Если назвать море в присутствии корейцев японским, то это не совсем, скажем так, красивый жест. Так оно было названо в современности и обозначено во всех атласах мира с подачей Японии в коды полного контроля над регионом и Кореей. Вот такой интересный исторический факт. Я знаю, что есть люди, которые, ну или как минимум в старости мечтают жить где-нибудь у моря или уже переехать сейчас. Так вот, я никогда не думала, что такие мысли могут появиться у меня в голове. Я обожаю это море. Как будто я езжу, знаете, на романтический отпуск с природой. Ну а теперь время выпить витамины. Знаете, какая милота. А внутри люди, которые придумали такого размера делать таблетки, еще и с твердым, значит, краем, подонки, нереально проглотить. Горлышко все, значит, сжимается, царапается туда, ни туда, ни сюда, короче. Причем я ее пыталась разгрызть, я еще зуб чуть там не оставила. Невозможно. И да, я запиваю опять кофейком. Ребят, я в Корее. Это даже полезно считается. Горлышко все, значит, поцарапано. М-м-м, п-п. Полный пиз... Если никто не знает эту песню, извините. Это из заставки Symbol Life. Боже мой, айконик шоу, мне кажется, вообще вся моя персоналити зародилась в тот момент, когда я включила, по-моему, это было все-таки MTV. Увидела их и поняла, что вот, такую херню я хочу делать, и я делаю. Для тех, кто не застал лучшие годы MTV и суть нулевых, я отсылаю к реальти-шоу «Простая жизнь». В очередной раз стала пересматривать, во втором сезоне Пэрис и Николь перемещаются по штатам и живут в трейлере. Но сейчас я докрашусь, уберу свои манатки и все-таки съезжу на электричке в Пусан. Надо навестить места, которые я увидела еще в 19-м году. И не показала вам. Хотела бы я сказать, что это поезд в Пусан, но это электричка. Кстати, как оказалось, город знаменит не только этим фильмом. Тут вообще проходит ежегодный кинофестиваль и есть отдельная площадь, посвященная киноиндустрии. Называется Биф. Наконец-таки мой первый Биф со времен Саша Спилберг. Вот такая фестивальная улица почти в 500 метров. Сейчас здесь все закрыто, я очень рано вышла. Что-то вроде Голливудской аллеи славы с китайским театром в Лос-Анджелесе. Но тут логичнее. Корейские улицы и корейский Лотте кинотеатр. А еще корейская матрица и корейский мальчишник в Вегасе. Вообще, конечно, Корея пытается развивать различные всякие места для посещения туристов. Здесь большой потенциал, чтобы кто-то приезжал в гости, какие-то мероприятия, открытия, показы фильмов. На что Кусан все-таки на втором месте по размеру и численности город. Тут куча магазинчиков, модных кафешек, развлекательных центров. Все, чтобы в выходные приятно провести время, посмотреть премьеру фильмов и потусить. Понятно, что сейчас утро, мало людей. Думаю, ну как-то не хватает атмосферы. И тут повеяло попкорном. Все. Это точно улица, посвященная кино. Здесь реально пахнет очень попкорном. Прям пипец. Я так давно не была в кино, боже мой. Лето в Корее это сезон постоянных дождей. Какая-то тропическая влажность. Чтобы продолжить прогулку, мне надо было дождаться открытия магазина и купить зонт. В очередной раз я провела время в идеальной компании с Ice Americana. Ребят, после Кореи не могу пить любые другие вариации кофе. Только АА. Так, кстати, иногда называют Ice Americana в Корее. Улица заполнилась людьми. Я зашла поменять деньги, открылся обменник. И парень внутри такой, ой, а я тебя видела сегодня утром. Было такое ощущение, что городок такой маленький, что мы все друг друга здесь уже знаем. Нет, просто это моя шляпа. И я, которая утром, когда здесь все закрыто, ходила, значит, трясла здесь жепой. Такое сложно забыть. Надо обходить. Это опасные люди. Явно не в себе, минимум. Народу пипец. Это вам, конечно, не час назад, когда здесь все было закрыто. Только что-то чистили улочки. Очень вкусно пахнет, помимо попкорна. Просто куча ванильного, чего-то там жареного, свистного, мясного, рыбного. Причем оно перекликается очень вкусно между собой. Нет такого, что одно воняет, другое перебивает. Хочется жрать. Но я это уже сделала. Кто же знал, что здесь так вайбово и много всего. Казалось утром, что это какое-то совершенно тихое, закрытое место. А вот квартал Камчон я решила посетить уже повторно. Это культурная деревня с разноцветными домами. Сама она находится на возвышении. Чтобы взглянуть на район и разглядеть все крыши, нужно забраться на самый-самый пик. Короче, забираешься дважды по факту. Все-таки кто-то на автобусе может туда забраться, но, видимо, не я. Конечно, есть экскурсионные автобусы, но я гоняла на городском транспорте и максимально хотела повторить свой опыт предыдущей поездки. Гулять пешком и искать знакомые места. Пока мы медленно взбираемся над всей деревней, можно подглядеть на грядущий пейзаж. Такой сникпик получается. По пути встречаются вот такие керамические домики. Туристический маячок. Есть набор одинаковых трафаретов, а расписаны они совершенно уникально. О, архитектура ткани Веста. Как сейчас, помню, их разглядывала в 19-м году. Боже мой, привет, мои хорошие. Мне даже показалось, что я углядела некую историю. Сначала мне приглянулся в домик, где ребенок возвращается домой под дождем, и его ждет недовольный родитель. И через какое-то время попадается зарисовка, как уже взрослый парень все так же под дождем заходит в дом. Если есть совпадение, то очень трогательное. Знаете, уже на домике смотреть сил нет. Ох, как все. Какие-то лесенки куда-то там спут. Ох, как жарко. Ох, котомочки. Я уже смотрю, что пощепиться можно. О, мое, тут у обезьяны жопа порвана. А что там, простите, хранить? Хорошая сумочечка. Так, я опять нашла какой-то бабушкин магазин. Какие-то протертые ритузы, заплатки. Сейчас я буду смотреть, что здесь красиво. И играет BTS. Ой, как это хорошо быть тут. Играет песня DNA BTS. И на самом деле, это та самая песня, которая заставляла меня максимально прочувствовать горечь того, что я не могла в ковид полететь. И все воспоминания добрые, интересные, которые вообще хранились у нее в голове, они прямо вот всплывают, как только играет DNA BTS. Ну и как же без мальчиков-то, без которых я бы сюда бы не вернулась. Самый большой мотиватор вообще, который раскрыл мне место, куда я никогда не собиралась поехать. Позвали подружки. Было дико весело, а потом еще BTS. Рачимин в Южной Корее, это просто как смысл жизни. Аж прям мурашки бегают. Сейчас прошла бабулька и такая, ну красотка, ну красотка. Бабулькин стиль, бабульки все отметили. Я идеальна. Слушайте, даже конус и мусорка гармонируют здесь. Я заметила, что за несколько лет прибавилась тематика с котами. Даже есть кафешка, посвященная реальным питомцам. Вот и собственник, собственно. Ну вот так вот. Делает вид, что ему не интересно, как будто бы. Коты, а не в коре, коты. Ребята, обалдеть. Обычно я стараюсь снимать максимально все. Я же что-то создаю, показываю, рассказываю. Самое забавное, что я теперь отчетливо понимаю, когда я снимаю на камеру, будучи дома за компьютером, делая монтаж ролика, я впитываю максимально, стопроцентно любое путешествие. Потому что когда я была физически на улице, где я снимала и монтировала, я поняла, что как-то вот я не ощущаю этого восторга, ведь здесь же такое было. Я понимаю, что картинки в моей голове, это не те картинки, которые я видела глазами, а то, что я монтировала и видела на мониторе. Получается, для меня намного важнее ценнее и качественнее информация, когда я воспринимаю так же через монитор, как показываю вам. Когда сверху наблюдаешь на деревню, то создается ощущение, что это все миниатюры. Мне даже захотелось пособирать те самые наборчики с мини-вещицами в мини-комнатках. А ведь я это уже пыталась когда-то делать, и меня это жутко выбесило. Наконец-то опять пошел дождь, и появился повод достать мой зонтик. Серьезно, я его забыла купить, когда была в Artbox и пошла второй раз на кассу. Хотя ради него и шла в Artbox. Ну-лю-лю. Не могу сказать, что случайно вышел такой цвет, что не подбирала. Минут пять потратила на то, чтобы посмотреть, а подходит ли кто на кассу. Теперь могу вложить без вреда камере. А еще почему-то здесь ступеньки, как книжки, сделаны. Видимо, там какая-то тематическая карточечка. Ну, что я могу сказать? Путешествовать одной по Южной Корее вообще не страшно. Не знаю, как за другие места, другие страны, но здесь реально можно, в принципе, путешествовать одной и чувствовать себя очень комфортно. Здесь какой-то звонок происходит, колодец. Конечно, хочется туда посмотреть. Слава богу, закрыто. Так, что это здесь может наголо пролететь? Интересно. Самое уникальное место в Пусане – это китайский район. И казалось бы, что такого? Китайские тематические улицы есть в любом большом городе. Это локация, где обычно продают специальные товары, продукты. Даже у нас такие места имеются. Но прикол Пусанской улицы в том, что там полно русской речи, ресторанов, магазинов. Вот эти предложения, бесплатные телефоны. Есть и узбекская кухня. Дальше еще напых. Прямо напротив китайской улицы – улица Техаса. Что? Вы понимаете, насколько это нереальное сочетание? О, а вот это нам надо. На Техасской улице можно словить вайп Дикого Запада. Посмотреть на моих любимых ковбоев, ротео, шляпы, шерифы, быки. И зайти пошепиться в магазин «Силуэт», заглянуть в столовую «Анюта». Чисто в блейдранер в реальной жизни. Как будто нейросеть построила сразу две улицы. Не, ну здесь точно должен быть какой-нибудь старбакс, барбекюшная. Масл-шорты уже есть, тишорты. Да, это трусы со 100-долларовой купюрой. И рядом футболка «Я люблю Корею». И китайский, и корейский, английский, русский. Транскрипции от Бога. Мой фаворит – ресторан «Сиэрол». На корейском «Сиэтэ», на русском «Сиэтэ». После изучения самого уникального района в мире, я прыгнула на электричку, чтобы вернуться в свой вагончик и сделать собственноручно настоящее корейское барбекю. Ну что, я дома, если это так можно назвать. Я была дико уставшая, потому что нужно было взбираться, значит, к деревне, прыгать с одного автобуса на другой. И в целом у меня столько было пакетов, потому что я зашопилась. Когда я ехала в Пусан, я думала, я не буду брать с собой чемодан, возьму только рюкзак, взяла. Ребят, я чуть не надорвала спину с жопу, и я так заманалась. Ехала на электричке, 13 станций, в свою Кукуева, кибитку. Мне было так плохо, мне в какой-то момент здесь защемило. Голова закружилась, нога затекла полностью, началась щекотать. Болело просто все. Мозг просто сварился. И когда я стала подъезжать и увидела волны, пену, камни. Я на все это сейчас смотрю, вон оно передо мной. Прям все отпустило. Мне принесли приборы и мясо. Тут вся утварь, еда для жарки. Причем это все мне одной. Там тоже еще. Ребят, я сегодня шипую. Хоть мне и нравится мой аутфит безумно. Милый кардиганчик, платьица а-ля Парео. Уже жарко в этом костюме, хочется что-нибудь посвежее. И чтобы он ничем не заляпался и не провонял. Благо теперь выбор имеется, потому что я закупилась кучей классных вещей. Как раз таки в исторической деревне. Погнали! Ох, пахнет жареным. Уже принесли мне уголь раскаленный. Сейчас буду вонять тут мясо. Красота! Ваш роднек снова в деле. В сапешках даже ананасики. Я не знаю, конечно, что люди здесь готовят. Может быть, они из дома еще какую-то еду из магазина привозят, чтобы какие-то супы наваривать. Мне чисто тарелочек, ножницы. И то необязательно. Слушайте, я не буду ничем пользоваться, чтобы потом просто это не мыть. Надеюсь, сегодня не случится кукинг с Юлией Высоцкой. Хуй, реально Высоцкая. Твоя мать, ёлка твоей. Ни хуйный рот. А что делать? Не грациозно вышло, да, ребят? Реально Высоцкая. С угольком самое вкусное. Сгорел гриб. Ребята, это только половина всего сета. А вот это вторая. Вторую партию запустила. Ну что, накрываем поляну. Ребят, любимая родная кимчи. Закусочки маринованные. Салатик. Соуса. Ну а тут, как полагается, зелень, горсть чеснока. Ну если мало остроты, еще два перчика. И чуть не забыла острый соус. Ну и мой шедевр горелки. Давайте пробовать. Чисто повар. Одиннадцать из десяти. Свежесть. Душистый листик. Там все горит нахрен. Я встала уже работать. Эти минусы путешествия одним. Когда шашлыки начинают жарить. Идите вторые руки, которые мне в ротик положат еду. Сама поела, сама отравилась. Некого даже винить за это. Не, мне кажется, после такой еды такой запор будет. Возвращаемся. Мясо. Совос. Чеснок. Серьезно, ребята, здесь собрались. Похрен. Сейчас нас съем. Вот это буду перемывать. Пойдем. А вот и сортировка. Какие молодцы. Мне кажется, они такими чистыми реально не были для меня. Ребят, вы немножко в моем барбекю. Смертельный номер. Грациозно. Я жду десять минут, потому что после десяти нельзя шуметь. Соседи у меня вообще тут веселились. Какие-то шарады. Что-то по жопам хлопали, прыгали. Какие-то догонялки были. Взрослые люди. А играли реально как мы на перемене в школе. Мило, конечно, но громко. Начался дождь. Уютный пипец. Такой у меня вид. Вообще меня тут это не унесет. Что-то как-то на первой линии не очень хочется жить теперь. Естественно, у меня тут технологии. Честно, так уютно, что хочется достать всю эту свинуху и доесть ее. Оказывается, вот как закрываются эти трейлеры. Стрелочка-то и показана. Когда нажимаешь эту ручку, открывается дверь. А этот ключик вставляется ровно насквозь под педаль. И фиксирует ее. Так что она теперь не может опуститься, потому что там стоит штырь. А я, блин, сюда сую, туда, блин, тычу. Думаю, ключ, что ли, потеряли. Брелочек, может быть, тут был. Сейчас выпить чай и буду слушать Джоджи. Это максимально интимное для меня состояние. Как раз для спокойствия. Заварю сам чай, потом разбавлю. Потому что в металлическом стакане, который у меня есть, невозможно, конечно, пить горячие напитки. Хотя я терпеть не могу, разбавляю чай прохладной водой. Меняется сразу весь вкус для меня. Спокойствие заварено. Да, и можно держать в руке. Еще больше расслабления ромашка. Она. И дождь закончился. Так и в смысле? Мне нужен такой депрессивный вайм. Как же там прятать слезки под дождем? Все до последнего. Пофиг, что здесь они 3 копейки стоят. Вашу мать, сейчас сердце остановилось. Это они просто в этом поселке выключили свет основной. Я еще думаю, что так будет всю ночь светло. Опять что-то показало. Все хорошо. Да худшее, что могло быть. Пох. Я вставила эту зубочистку. Меня не достанут. Хотя я сейчас поняла, что это опять же таки я страшно выгляжу. Слушай, что прикинь, такая морда вылезает. Блин, это инсульт жопы. Так. Писаем мы сегодня в постельку. На улицу не выходим. До 5 утра. Хочется чего-нибудь позитивненького. Сейчас вспоминаю о песне, которая меня постоянно заедает. Не дай бог я ее вспомню, я ее буду пить неделями. Там еще такой голос. Хоп. Ла-ла-э-лай. Хоп. Теперь полегче стало, реально. Думаю теперь только об этой песне. Лучшая песня, чтобы расслабиться. Даже без звука понятно, что я поебаю. Боже, как я обожаю спать, когда идет дождь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я вот думаю, оставлять окно открытым или все-таки задернуть штору. Там на заклепках такая закрученная штора, ты вниз просто спускаешь и все. Спасибо большое за просмотр и за то, что попутешествовали со мной через видео, а также фактически через мою камеру. Потому что когда мне было неловко в путешествиях, так как я была одна, я доставала камеру и расслабляла себя тем, что рассказывала вам какие-то непонятные истории, юморески. Спасибо. И помните, я вас очень сильно люблю, ценю. Оставайтесь такими же позитивными и креативными. Всего вам самого светлого. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok